В 90-летнем возрасте ушел из жизни выдающийся украинский экономист Богдан Гаврилишин. Крестный отец экономического форума в Давосе, член Римского клуба, советник почти всех украинских президентов и премьеров. Был консультантом компании General Electric, IBM, Unilever, Philips. Чтобы перечислить все его регалии, потребуется немало времени. За значительный вклад в развитие Украины Богдана Гаврилишина наградили орденами свободы и святого Николая Чудотворца. Богдан Гаврилишин родился в Тернопольской области. В 43-м году был вывезен на работы в Германию. В 47-м переехал в Канаду. Прошел путь от простого лесоруба до директора Международного института менеджмента в Женеве. Богдан Дмитриевич был гражданином Канады, но до последней минуты считал себя украинцем. Свой 90-й день рождения 19 октября отпраздновал на родине. А последние минуты своей жизни Богдан Гаврилишин провел в кругу семьи в Киеве. Без крыши над головой остались жители одного из домов в Зайцево. Это одна из самых горячих точек на Донбассе. Накануне там боевики открыли огонь по жилому сектору из миномета 120-го калибра. Одна из мин полностью разрушила жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Сегодня представители украинской стороны совместного центра по контролю и координации прибыли на место происшествия. Они задокументировали этот факт нарушения боевиками режима прекращения огня и передали информацию миссии ОБСЕ. Дело Януковича передадут созданному управлению по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Управление создали, чтобы как можно скорее завершить досудебное следствие и передачу в суд большого уголовного дела в отношении Януковича и его ближайшего окружения. В производстве фигурирует множество отдельных эпизодов, в том числе узурпация власти, развал экономики, ослабление обороноспособности страны и информационной безопасности, завладение государственным имуществом. В состав управления вошли 63 сотрудника. В свою очередь, департамент спецрасследований будет продолжать заниматься делами Майдана. Работать за границей, чтобы лучше жить в Украине. Сейчас за рубежом работают от 4 до 8 миллионов украинцев. Согласно социальному исследованию группы «Рейтинг», основной мотив иммигрантов – это лучшие условия жизни для себя и достойное будущее для детей. Больше всего едут работать за границей у жителей западного и центрального регионов Украины, чаще всего в Польшу, Германию и Италию. А вот желающих отправиться на заработки в Россию, наоборот, поубавилось. По сравнению с 2011 годом, сейчас в федерации официально работает на 6% меньше украинцев. Эксперты отмечают, трудовые мигранты уже давно стали одним из весомых инвесторов украинской экономики. За последние пять лет украинцы из-за границы перечислили в Украину порядка 35 миллиардов долларов. В 2013 году НБУ зафиксировал рекордную сумму по перечислению средств в размере 8,5 миллиардов долларов. Эта сумма значительно превышает иностранные инвестиции, которые поступали в Украину. Укравтодор возглавил экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак. Новый руководитель главного дорожного ведомства Украины пообещал добиться реконструкции украинских дорог и инфраструктуры. Для этого будет приглашать к сотрудничеству международной компании. Также Новак намерен представить план реконструкции дорог на последующие пять лет. Он уже получил украинское гражданство, но пока его семья в Польше. Говорит, со временем перевезет родных. Представил нового руководителя Украинского автодора министра инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Работники ООН в Украине стали донорами крови. Эту акцию они приурочили ко дню Организации Объединенных Наций. Его отмечают 24 ноября. Кровь для самых нуждающихся пациентов киевских клиник. Медики городского центра крови специально приехали в представительство ООН, чтобы сделать забор материала. Поддержал акцию и координатор системы ООН в Украине Нил Уокер. Он поддержал инициативу своих коллег в праздничный день. На один вечер всемирно известная итальянская опера «Турандот» зазвучала на столичной сцене с китайским акцентом. По приглашению национальной оперы в Киев прибыл Цюнзе Донг. Известный дирижер молодой генерации Китая. Руководитель Цяньцзинского национального оркестра провел пять дней в Украине. За это время успел ознакомиться с местными достопримечательностями и попробовал украинскую кухню. Маэстро Донг сожалеет, что перед выступлением успели только один раз прорепетировать. Тем не менее, высоко оценил уровень украинских музыкантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова